Две недели в Якутской тайге без воды, еды и огня выживал охотник из Алмазного края. В лесу у мужчины сломался квадроцикл, он отправился домой пешком и заблудился. Несколько раз потерявшийся выходил на связь и сообщал местонахождение. На поиски бросились волонтеры, техника и малая авиация и даже беспилотники. Но найти мужчину они не могли. Чтобы спастись, он прошел десятки километров пешком. Подробности происшествия расскажет Наталья Николаева. 28 августа житель Алмазного, Владимир, выехал на квадроцикле поохотиться. Мужчина собирался к вечеру вернуться домой, но ночью он позвонил родственникам и сообщил. Квадроцикл сломался, в село пойду пешком. Но домой он так и не добрался, заблудился. Утром в поселке развернули спасательную операцию, которую возглавили волонтеры. Им на помощь пришли члены автоклубов Мирного. На внедорожниках они прочесывали лес. Квадроцикл находился в районе Контагорово. Но перед этим Володя связывался. Прошла уже неделя, и Володя опять вышел на связь. Позвонил в службу спасения и дал такую информацию, что он идет вдоль ручья Чахаря по заросшему профилю. В поисковой операции участвовали более 60 человек. Квадроциклы, вездеходы, вертолеты Ми-8. Два беспилотника прочесывали квадрат за квадратом. Зона наземных поисков превысила 1600 квадратных километров. Обнаружить пропавшего удалось лишь 11 сентября. Оказалось, он шел вдоль берега реки Батуоби и на 15-й день пути вышел на рыбаков. Мужчину доставили в Светлинскую больницу. Врачи диагностировали у Владимира истощение, но общее состояние оценили как удовлетворительное. Сейчас мужчина проходит восстановительную терапию, а волонтеры решили подарить ему навигатор.